Думская ТВ Первый вопрос к вам. Собственно, вы не первый раз у нас в студии. Расскажите, вот как сейчас проходит сбор средств и сбор помощи для наших военных? Проходит достаточно активно. Недавно, вы знаете, у нас было совершено нападение. Наш офис загадали коктейлями Молотова. Я очень переживала, что уровень патриотизма и, естественно, помощи снизится. Но на самом деле это не произошло. Люди, наоборот, демонстрируют свою поддержку, свою смелость. Они приходят и помогают все больше и больше. Но это не означает, что помощи нам не надо, потому что каждый день занят новые батальоны, новые части, новые бригады. И надо помогать, помогать, помогать. И для этого нам нужны либо вещи определенные, либо средства на покупку этих вещей. Поэтому помощь есть, но надо больше. Насколько я знаю, помочь вам, в принципе, может каждый желающий. То есть, если не средствами, то какими-то вещами. Могли бы вы подробнее об этом рассказать? Потому что многие люди думают, что только проходит сбор средств. У меня нет средств, я не могу помочь. Можно ли помочь другими вещами? Абсолютно. Это абсолютно не так. Деньги – это не самое главное. Можно что-то принести, купить. Можно насушить сухарей. У нас, бабушки, отлично, да, Оксана, с чесноком сушат сухарики. Отлично делают это. Можно написать записки ребятам, которые мы крепим на носки. Вот, кстати, вы можете посмотреть. Вот образцы. Девочки пишут записочки. Мы их в каждый носочек отправляем. Вот так вот. Вот записочки. Вот такие вот. Это ведь тоже колоссальная работа, на самом деле. Конечно. Если бывают такие дни, когда мы отправляем коробки на 100 человек, на каждому солдату мы ставим 4 пары носков. То есть нам день, иногда бывает, надо минимум 400 записок. И, конечно, благодаря помощи одесситов, одесситок в частности, мы успеваем это делать. Вот моя коллега Оксана очень написала очень много записок. И ее нежными руками складываются как коробки, так и вот эти записки цепляются к носочкам. И у нас, по сути, есть очень много способов. Например, кто-то нам принес мед, а человек приходит и говорит, я могу помочь руками. В общем, каким образом это сделать. И тогда мы выдаем такие специальные пакетики, и человек этот мед, ложка, это достаточно сложно сделать, чтобы не разогревать его, ничего. Накладывать эти пакетики, мы потом это заклеим специальным образом и ложим в коробки. То есть работа у нас есть всегда практически. Нам нужны руки, нам нужны идеи. Можно даже помогать перепостами в Фейсбуке. На Фейсбуке есть волонтерская сотня, далее Северин. Это в Фейсбуке и у меня на странице далее Северин на русском языке тоже есть разные-разные посты, крики о помощи, которые, если распространять, то можно получить гораздо больше результата, чем ты можешь это сделать сам. Потому что люди хотят знать, как можно помочь армии. И наша задача показать им, каким образом это можно сделать. Вот и все. Оксана, вы как волонтер могли бы рассказать, собственно, как давно присоединились к сотне, что вас подвигло это сделать и вот как вам сейчас в таком женском приятном окружении? Это было где-то около четырех месяцев назад. Я узнала тоже от своих родственников, они ранее пришли к Дали, о том, что есть волонтерская сотня Дали Северин. Я так вечером посидела, подумала, с утром я собралась и пришла. Пришла еще девочка, были на 10-й станции фонтана. Пришла, сказала, здравствуйте, я Оксана. Чем могу помочь? И вот так вот началась, кажется, мне сказали, вот пиши записки. Потому что первое, что было, это днем, потому что я пришла днем, пиши записки. Я начала писать записки. Тут как-то автоматически пришло, что нужно было идти на супермаркет. Я пришла на супермаркет. И вот уже четвертый месяц. Я сотни, я не жалею ни в коем случае о том, что я пришла. Я очень довольна, я довольна коллективом. И я благодарна тому, что так вот сложило, что Бог меня послал вот в сотню, где я смогу действительно хоть немножечко, хоть чем-то принести свою пользу для наших ребят. Для наших мальчиков, как я всегда говорю, наши любимые мальчики. Ну, в том, что у вас действительно интересный и приятный коллектив, убедились и наша съемочная группа. Мы присоединились к вам. И вчера поучаствовали в сборе, ну, не средств, а упаковке, собственно, посылок, которые отправлялись в зону АТО. Давайте посмотрим, как это было. Эта картина означает, что солдаты, не покладая рук, делают то, что надо, захищают свою краину. Очередную посылку с гуманитарной помощью собрали волонтеры из сотни далее Северин, среди которых и юные помощницы. Они с удовольствием присоединяются к благородной миссии. Теплые вещи, продукты питания и все самое необходимое одесситы собрали для солдат, которые находятся в зоне АТО. У меня нет времени жаловаться на государство, на что-то не так и что-то не так и не там. Поэтому наша сегодняшняя задача – это объединить людей, для того, чтобы люди не чувствовали себя в депрессии, не плакали, родали дома, не говорили о том, что рушится мир. Мы этот мир спасаем вот нашими женскими руками. Уже почти 30 тысяч солдат получили помощь от волонтерской сотни. Однако не хлебом единым. Корреспонденты Думской ТВ тоже подключились к волонтерской работе. Наши девочки написали вот такие вот записочки с добрыми пожеланиями солдата, которые прикрепляются к носкам и отправляют в бандеролью. В каждой записочке, которую солдаты найдут в своей одежде, девушки передали искреннее чувство благодарности, пытались поддержать героев добрыми словами. На таком маленьком письмеце оставляют и номера телефонов. Волонтеры говорят, ребята на фронте радуются таким знаком внимания порой больше, чем материальным благом. За этот период, что мы тут работаем, уже все как одна родина. Мы всегда с гадным настроем, потому что мы знаем, что мы помогаем нашим защитникам. И мы знаем, что мы можем таким образом хоть частинку своей души докласти и тут чем-то им допомогти. А волонтеры из сотни далее. Северин обещает и дальше продолжать помогать военным. Анастасия Большедворова, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Оксана, наверное, расскажите немного о том, как проходит эта работа. Вот мы вчера немного посмотрели. Это ведь действительно колоссальный труд. Что входит в посылочку и сколько людей помогает ее упаковывать? Значит, у нас посылка, коробочка рассчитана на 10 человек, на 10 солдат. Туда входят продукты питания. Это идет сгущенка, это идут крупы, это сахар, кофе, чай. То есть все это пишется список, мы составляем список, что туда входит в ту коробку. Там более, сколько у нас наименований входит в нашу коробочку. К тому же мы туда прилагаем, это 10 пар носок, это идет такая вот упаковка, где 10 пар в упаковке. Мы, значит, из расчета, что 4 пара носок на каждого солдата, мы берем 4 упаковки носок. Это идут трусы, это идет белье. Сейчас в связи с тем, что сейчас уже теплые вещи идут, идут отдельно к коробке. Мы складываем только для теплых вещей. В эту коробку у нас обязательно идет аптека. То есть у нас Алена, она занимается аптекой. Она собирает полный комплект, вот что нужно, противопростудные, такие лекарства. И все это укладывается все в коробку. Детские рисунки мы собираем, естественно, детские письма. Бритвы. Бритвы, моющие средства, это мыло, это станки, это хозяйственное мыло. То есть у нас, получается, в офисе идут коробки, где уже полностью разложен каждый товар. И вот встая коробка, и вот начинаем. Старт. Поехали, собираем коробки. И начинаем все. Взяли, положили, взяли, положили. И вот так вот каждая коробочка. Когда коробка у нас полностью уже готова, мы ее запечатали, упаковали, и она уже готова к отправке. Насколько я знаю, работа у вас проводится вечером. То есть, в принципе, и подключиться к ней может каждый желающий, даже если он работает. Не только вечером, можно и днем. Есть работа определенная подготовительная, а вечером мы уже все собираемся и работаем все вместе. У нас многие девочки берут теплые вещи, они берут домой и стирают. Все перестируют, потому что ребятам мы отправляем только чистые вещи. Принесли, постирали, приносят вот кто-то в течение дня. Кто-то у кого-то обеденный перерыв, приносит свитера. Все тоже. Тот, кто находится у нас в офисе, дежурит. Все аккуратненько, все получится в течение дня подготавливает. И уже вечером, когда начинает собираться наша команда, мы начинаем сбор. То есть, в принципе, каждый знает, кто что делает. А у нас нет такого, что вот сегодня то, а сегодня другое. Мы уже так, настолько это все автоматически у нас все происходит. Мы уже даже не спрашиваем друг друга, а что надо, что делать. Мы все уже все знаем. И вот так вот собираем коробки. Речь идет о вещах бэушных, которых одесситы приносят в хорошем состоянии. Или же мы покупаем в секондах. Это речь идет о очень теплых флисовых кофтах, либо флисовых куртках, которые ребята могут одеть под бушлат. То есть, мы их привозим в мешках. И также одесситы приносят в течение дня. И потом мы начинаем делить по пакетам. И эти пакеты раздаем каждый из нас. И потом мы дома стираем, сушим, приносим уже выстиранные чистые вещи. Мы всегда говорим людям, когда люди спрашивают, а в каком состоянии вам приносить вещи, какие они должны быть, ну, если они не новые. Я говорю, приносите в таком состоянии, в котором вам бы не стыдно было передать лично солдату в руки эту вещь. Вот если не стыдно, отдавайте, приносите ее нам. И одесситы чаще всего, конечно, приносят чистые вещи, а вещи из секонда, которые мы берем в хорошем очень состоянии, мы их очень долго выбираем, уходим по секону, мы уже знаем, где можно покупать. Эта вещь действительно греет не только тело, но и душу, потому что, ну, знаете, когда тебе холодно, человек передает тебе вот эту, привозит эту коробку, он распечатывает, и на всех коробках у нас написано «Сотня Дали и Северин». Очень часто нас называют «Волонтерской сотней». Это не так. «Волонтерская сотня» — это совершенно другая киевская организация. Просто названия похожи, люди путают. Мы называемся «Сотня Дали и Северин». И вот на всех коробках идут «Сотня Дали и Северин». Оксаночка, какой у нас номер коробки сейчас уже? Была вчера 600, по-моему, 50 или 660-й уже шла, потому что 645-й мы отправляли еще в Крым. Это за какой период времени? Это за 4,5 месяца нашего существования. То есть если умножить на 10, то получается очень, конечно, уже... Это уже больше... Почти 6,5 тысяч солдат получили такой привет из Одессы. И я считаю, что наша деятельность очень важна для города, потому что, по сути, мы объединяем у себя одесситов, которые с удовольствием реализуют свой патриотизм. Это очень важно, правда? Вот многие же говорят, я дома, я плачу, бедные мальчики, аханин несчастные. От того, что вы будете плакать дома, ничего не случится. Но мы не плачем. У нас нет времени плакать. Мы каждый день работаем без выходных. Оксана, когда у тебя был выходной? Ой, ну если так можно сказать, что это выходной, то где-то, наверное, пару дней назад, перед самой, кольца, сборкой коробок, немножко себе как бы сделала выходной, сказала, ура, выходной. Ну, тут, кольцовое выходное, позвонили, опа, фигом. Ну, нужно тоже время, чтобы набраться сил. Я думаю, что благотворительность... Конечно, потому что вы понимали, у нас... То, что ты отдаешь, поэтому нужно что-то набрать. Ну, вот у нас даже, вот, Ирина, у нас девочки, вот, которые работают, девочки есть, которые учатся. Вот, знаете, вот, почти 4 месяца, как я, вот, в сотни, я никогда не видела на наших лицах у девочек какая-то грусть и печаль. Внутри, да, она есть. Мы очень переживаем за ребят. Мы когда смотрим новости, слушаем, и когда вот, как, больно. Хотелось бы, чтобы это собирали мы не на войну ребятам, а, кажется, на рыбалку, на охоту такую. Идет время. Но никогда я не видела на наших лицах, что была грусть. Мы вчера сами увидели, что у нас очень дружественная атмосфера. Все смеются, все собираются. И когда у нас проходит полностью, прошла вот спорка коробок, мы подготовили коробки и уже соединили. Отправка. Все довольны, все смеются. Восторг. Все, девчонки справились с своей работой. И все, у нас нет такого, чтобы вот завтра опять, ну, что будем делать? Нет, этого нет. С утра опять звонок. Девочки, надо, надо помочь тем. Ну, опять-таки, у нас это все добровольно. То есть, если у человека свои планы или не получается, у нас есть девочки, которые 4 месяца ходят без единого выходного. Я им говорю, девочки, вот отдохните сегодня вечером. Они говорят, да нет, мы все равно придем. Я говорю, девочки, ну отдохните. Ну, вам же, вы же после работы к нам, да? Дома буквально ночь, утром на работу, вечером к нам. Они говорят, хорошо, все, у нас завтра выходной. Хорошо, договорились. И они все равно приходят. Они говорят, а я уже не знаю, что делать. Мы настолько привыкли жить этими проблемами. Вошли в такой ритм. Вошли в ритм. И мы знаем, сейчас мы для морпехов, сейчас для Одесского спецназа, сейчас для Насгвардии, сейчас для Азова. И мы уже привыкли к тому, что у нас есть общая задача. И мы пытаемся максимально ее реализовать. И, конечно, я очень счастлива, что у нас есть такой коллектив. И у нас действительно бывает такое, что когда работы мало, мы ее вырываем друг у друга. Вот я, например, страшно люблю мешать конфеты. Одесситы приносят конфеты. Ой, это самая любимая, да, ли работа? Это мой самый любимый вид деятельности. Это, значит, кроме деятельности, которую я непосредственно делаю, я еще очень люблю, когда одесситы приносят разные-разные конфеты. Это всыпаю в большой ящик, всыпаю в разные, делаю микс, а потом раскладываю порционно в пакетики с вышиванками. Вы видели эти пакетики у нас. И для меня это такой релакс. Это просто, я улетаю в космос. Наверное, я в детстве мечтала быть продавцом в магазине конфет. И девочки мне уже оставляют, говорят, все, не мешайте конфеты, оставьте далее, она приедет, будет счастлива. Вот это такой мы радуемся. Да, такой вопрос. Вот в связи с ситуацией на Востоке действительно появилось очень много волонтерских групп, которые помогают либо переселенцам, либо, как вы, помогают ребятам из АТО. Но наравне с этими группами появились люди недобросовестные, которые не помогают. Вот как люди, допустим, которые приходят к вам, как вот они, есть какие-то вопросы вообще? И коснулось ли как-то это вас? Конечно, коснулось. Бывает, человек звонит, я чувствую, что он хочет помочь, он спрашивает, где мы находимся, но в нем какое-то недоверие и негатив. Вот Оксана может рассказать, как она впервые пришла к нам в сотню, у нас абсолютно все открыто. Смотрите, в некоторых организациях как? Ты приносишь, вот допустим, я приношу тебе деньги, ты мне их забираешь и говоришь, я передам их ребятам. У нас совершенно иначе. Вы что-то приносите, вы можете с нами обсуждать, куда это лучше потратить. Вы можете паковать вместе с нами, можете писать записки, вы можете купить что-то конкретное, и это же конкретное, в одной из паковальных процессов это же запаковать. То есть у нас открытая дверь всегда. То есть если мы в офисе, у нас всегда открытая дверь, мы не закрываемся. Пожалуйста, любой человек может прийти и увидеть, а, девочки пакуют коробки, а я сегодня с утра, допустим, принес 7 банок меда, допустим, небольших баночек. А где эти баночки? Пожалуйста, приходите, проверяйте. Мы-то только рады. И, конечно, не все волонтерские организации могут себе позволить такое, потому что, допустим, если люди собирают деньги на тепловизор, то ты никаким образом его не потрогаешь, пока деньги не собраны. Это понятно. Но вот у нас это именно такая организация, где ты приходишь и сразу вовлекаешься в процесс. Вот так было Оксана. Сначала пришла Оксана на маму с сестрой, потом пришла Оксана. Потом Оксана, племянник, оксан родственник, служил в Айдаре, и мы все за него очень переживали. Когда он получал от нас, он и его ребята получали от нас коробочки, они были очень рады, им было очень приятно. И когда он, когда приехал, на следующий день, да? И на следующий день бойца Айдара пришёл к нам уже в сотню после приезда на ротацию, для того чтобы сказать, девочки, милые, спасибо вам, нам было очень приятно. И вот с этого, с этих мелочей, с этих приятных моментов, и, кстати, неприятных тоже, потому что любую потерю людей, которых мы знаем, мы тоже очень тяжело переживаем. И вот и состоит наша деятельность, наша жизнь. И, в принципе, нас уже называют славные одесситы, потому что мы иногда там анекдоты какие-то ставим, и какие-то книжки, журналы. И солдаты на самом деле очень чувствуют, что это именно одесские коробки. Вот у нас девочки писали, женщины наши старшего возраста, записка от одесских бабушек. Это очень смешно. Отдаю приказ вернуться целым невидимым и позвонить бабушке Шуры. Это тоже важно. Оксан, вы как человек, который, собственно, пишете обращения к нашим ребятам, я так понимаю, тоже получаете массу звонков от них. Расскажите, вот что они говорят, вот звонят, что рассказывают, что им хочется услышать? Ну, обычно, получается, почему они звонят, значит, наши телефоны идут и на коробке, как бы на носках. Ребята, когда получают, естественно, они начинают вызванивать. Так получилось, что у меня еще находится еще один дежурный телефон, наши сотни находятся лично у меня. И когда ребята получают посылку, первым делом они отзваниваются к нам с словами благодарности. Это неважно, почему это день, вечер или это утро. Когда позавчера был звонок утром, я еще спала, вдруг звонок, потом незнакомый мне номер, понимаю, да, я слушаю, «Здравствуйте, это вас беспокоит с 18-й. Спасибо вам большое, девчонки, получили ваши посылки». Ребята, говорят, это вам спасибо, Ирю. Потому что если бы не вы, я говорю, мы бы сейчас не сидели так спокойно, в Одессе у нас бы так не было, было спокойного нашего сна. Они говорят, да что, говорит, нам спасибо, это вам спасибо, если бы вы нас не одевали, если бы вы нас не кормили, что бы мы без вас сделали. И, в общем, у нас начинается, что мы говорим спасибо, они говорят нам спасибо, тут они в трубку другие кричат, дай мне тоже поговорить хочется. И вот так вот идет у нас беседа, мы телефоны не теряем, естественно. А мы можем еще будем к вам звонить? Ребята, только с удовольствием. Если есть возможность позвонить еще вечером, когда мы сидим с девчонками в офисе, у нас включается, идет поступает звонок, сразу включаем громкую связь. И все вместе слушаем. Классные все девчонки, и вот начинаем разговаривать. И вот хлопцы начинают, говорят, а вы откуда? А мы оттуда. А еще и Одесса, говорят, о, это Одесса. А вот знаете, у нас кафе есть такое, там на такой-то улице. Вот мы придем с войны, обязательно все вместе с вами встретимся. Пойдем. Вот так вот, получается, у нас такие вот разговоры. Любую минуту, он всегда, говорит, можете позвонить. Вот вам грустно, вам хочется своего что-то родного, близкого. Пожалуйста, наши номера всегда есть. Ребята их знают и отзваниваются. Мы получаем удовольствие, что ребята там получили, пришла наша посылка. И они довольны, что их не забывают, они их помнят и их поддерживают. А это самое главное сегодняшний день. Абсолютно с вами согласна, Оксана. Даля, спасибо вам большое за беседу. Я напомню зрителям, что у меня в гостях были представители сотни Дали и Северин. Всего вам хорошего, оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин